Добрый вечер, дорогие друзья, дамы, господам, подписчики и гости канала. Сегодня вторник, 2 ноября 2021 года. Я вас приветствую из Брюсселя и продолжаю говорить о политике. Сегодня я хотела бы обсудить с вами статью, которая появилась в престижном международном издании в американском журнале Newsweek. Действительно, это очень престижная международная площадка, это высокая трибуна. Если вы хотите, чтобы вас услышали, то имеет смысл выступить именно с этой трибуны. Так и сделали два известных ученых, два профессора. Они объединились для того, чтобы высказаться и поделиться своим мнением о деятельности главврача США. Я представлю этих профессоров вначале. Вообще, на мой взгляд, это не просто луч света. Эта статья, это не луч света. Я считаю, что эта статья как молния прорывает свинцовые тучи мракобесия и озаряет все вокруг. Это грандиозно, потому что теперь вы можете пользоваться этой статьей как аргументом, заслать ее коллегам, другим родителям, ученицам, воспитателям, учителям, директорам, депутатам и так далее. Потому что мы видим, что силы добра постепенно одерживают победу. Конечно, к сожалению, не так быстро, как нам того бы хотелось. Но, тем не менее, действительно, эта статья является прорывом. Итак, два профессора. Один из них это шведский ученый, которого зовут Мартин Кулдорф. Он работает в США. Он является сотрудником Гарвардского университета, школы медицины. Но он также известен не только как ученый, но также как общественный деятель. Он созывал конференцию в борьбе против лженауки. И он также является автором декларации, которую подписали очень многие ученые в мире, за что они пострадали. Но, как мы видим, Мартин Кулдорф настоящий викинг. Он выдержал. И теперь последовательно он одерживает одну победу за другой. Публикация этой статьи в таком международном издании, в таком престижном издании, несомненно, это победа науки над лженаукой. Его поддерживает его индийский коллега Джей Баташари. Он также работает профессором. Это ученый Стэнфордского университета. Он также подписывал эту декларацию. Я не уверена, что можно ее называть здесь по имени, но обязательно я выложу под первым закрепленным комментарием не только ссылку на эту статью в Newsweek, но также и ссылку на декларацию с тем, что вы могли с ней ознакомиться и также рассылать ее своим друзьям, знакомым, коллегам и оппонентам. Потому что настал момент, конечно, бороться за свои права, используя научные данные, используя научные аргументы против лженауки и против шарлатанов. Я не буду пересказывать этой статьи, которая носит замечательное название, как Фаучи одурачил Америку. Оба профессора используют именно это слово, дурак, фул, то есть то, что он сделал с американцами, ну и со всеми нами, конечно же, потому что, как вы знаете, его цены указания в Европе брали под козырек. Итак, профессора начинают с того, что они критикуют его за игнорирование опыта человечества, то есть он игнорирует тот опыт человечества, который был накоплен, начиная со времен Великой Афинской Чумы в 430 году до Рождества Христова. И уже тогда люди поняли, люди знали, что те, кто переболел, имеют очень сильный иммунитет. И именно этих людей использовали для того, чтобы оберегать, ухаживать за пожилыми, за людьми, у которых хрупкое здоровье. И точно так же должен был поступить и доктор Ф, потому что даже современные исследования, и тут надо отдать должное израильской науке, потому что они провели обширное исследование и установили, что естественная иммунизация от уханьской проблемы в 27 раз сильнее, чем искусственная, которую вы можете получить благодаря различным продуктам. Итак, то, что утверждают профессора, доктор Ф должен был задействовать медицинский персонал, который уже переболел, который уже получил эту естественную иммунизацию. Они должны были их задействовать для того, чтобы ухаживать за людьми в домах престарелых, за людьми в больницах. И эти 45 миллионов человек, вместо того, чтобы включать их и использовать это как достоинство, как преимущество, доктор Ф создает проблемы, гонения, и он издает совершенно антинаучные мандаты, требуя от них того, чтобы они участвовали в эксперименте, вместо того, чтобы быть, как говорится, в благодарном судьбе за то, что у них уже есть этот иммунитет и использовать его на благо общества. Но надо сказать, что колоссальную критику они обращают против него из-за того, как он вместо того, чтобы заниматься пожилыми людьми, он занимается детьми, поскольку этот уханьский микроорганизм в разной степени представляет риски для разных возрастных групп. Это уже известно, поскольку были анализированы данные и данные тех людей, которые умерли. Их в США более 700 тысяч человек. И, конечно, вывод однозначно о том, что этот микроорганизм представляет угрозу для пожилых людей 60+, вовсе не для детей. И профессора ссылаются на шведский опыт, потому что в Швеции в разгар проблем школы не закрывались. Школы, детские сады, ясли для совсем маленьких. То есть от годика до 15 лет не было никаких ограничений, тем более масок. И была нулевая смертность. И также люди, которые работают с детьми, оказались в привилегированном положении в этом отношении. То есть у них было значительно меньше проблем, чем у тех, которые работали в других областях, не работали с детьми. И они проводили исследования, то есть ученые проводили сравнение исследования среди людей одного и того же возраста. Так, они обвиняют доктора Э в том, что закрытие школ было кардинальной ошибкой. И это крайне негативно сказалось и на детях, и на их родителях. Но не только, потому что также они его обвиняют в том, что он в настоящий момент вместо того, чтобы заниматься пожилыми людьми, он перекинулся на детей-школьников, у которых риски от этого уханьского микроорганизма практически равны нулю. Они еще меньше, чем риски от обычного гриппа. И они призывают его заняться пожилыми людьми в бедных общинах США. И также людьми, которые живут вне города. Потому что именно они оказываются в группе риска. Они школьники-горожане. Но я предполагаю, что доктор Э их не услышит. И они сами об этом знают. На самом деле, я думаю, что это скорее некий некролог его в карьере, чем действительно критика, которую он будет способен воспринять, поскольку он известен среди коллег как очень высокомерный человек. Но, как бы то ни было, он не смог не только уберечь пожилых людей, он категорически отказывался от того, чтобы слушать коллег, слушать их советы, слушать их предложения. То есть он принимал решения фактически единолично. И они также указывают на то, что в настоящий момент он продолжает упорствовать в своих решениях, вместо того, чтобы обратиться к данным науке и также пытаться решать эти проблемы коллективно, потому что в этой области накоплено предостаточно знаний для того, чтобы бороться с этим недугом, вместо того, чтобы принимать решения, которые ведут к прямо противоположным результатам. В частности, дети не должны носить маски, но в школах должны проветриваться помещения. И вообще проветривание помещений является одной из мер, поскольку то, что предлагает в настоящий момент доктор Эф, это разные программы на смартфоны, чтобы отслеживать, с кем вы общаетесь. Как пишут профессора, это совершенно бессмысленная трата общественных средств, ресурсов, потому что этот микроорганизм перемещается по воздуху, в отличие, скажем, от эболы, которая перемещается с жидкости человеческого тела. То есть, скажем, если речь идет об эболе, то действительно имеет смысл отслеживать связи между людьми, потому что простой рукопожатие может быть чрезвычайно опасным, но не в случае с этим уханским микроорганизмом, то есть то, что делает доктор Эф, как в случае масок, так и в случае отслеживания, это совершенно напрасные, напрасные, это бессмысленные занятия. И опыт касательно детей в Швеции, скажем, это наблюдение за 1,8 миллионов детей от 1 до 15 лет, из которых никто не пострадал. То есть они обвиняют его в том, что вместо того, чтобы предоставить детям возможность учиться в школе, он принимает это решение о закрытии школ, которое является просто катастрофическим. И только одно это решение уже является совершенно непозволительным. То есть это грандиозная ошибка в его карьере. То же самое касается и масок, потому что маски были проведены исследования датскими учеными, учеными в Бангладеш, они пришли к выводу, что маски помогают от 0 до 18%, то есть это максимум, потому что эти частицы настолько малы, что они проникают через эти ткани. То есть никакого смысла в этом нет. Вместо того, чтобы продвигать маски, надо вентилировать помещение, надо действительно заниматься санитарной обработкой помещений, и также нужно привлекать персонал, который уже перенес это заболевание, потому что у них есть естественный иммунитет. Но, наверное, самая большая критика относится к общему подходу, потому что то, что делал доктор Ф, он пытался контролировать только одну проблему, пренебрегая всеми больными и онкологией, и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, и также людьми с психическими проблемами, также людьми с зависимостями. То есть Америка будет расплачиваться за его провальную стратегию в течение многих-многих лет. И, конечно, они считают, что настало время открыть глаза обществу на то, что происходит, и перейти от лженауки к настоящей подлинной науке, используя опыт человечества, используя опыт науки, и переформатировать борьбу с этой проблемой, поставив ее на научные рельсы. Я понимаю, что мое время подходит к концу, уже 13-я минута. Я надеюсь, что вам было интересно. Я думаю, что можем продолжить обсуждение этой статьи именно в формате комментариев. Я надеюсь, что я получу немало ваших, потому что действительно эта тема волнует всех. Это острополитическая тема, потому что то, как боролись с этой болезнью, лишила нас наших прав человека, фундаментальных прав, наших свобод, совершенно не законно, не правомерно, антинаучно. То есть это было чистое шарлатанство. И теперь у нас есть статья, на которую можно обмираться. Это главное. Я благодарю всех, кто участвует в обсуждениях, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, кто дублирует лайки простыми предложениями. Спасибо. Мне было интересно. Ставлю лайк. Тогда они не исчезают. И, конечно, всех тех, кто делает донейшн, потому что это значит, вы верите в мой проект, вы верите в будущее моего канала. Спасибо вам большое. И я жду ваших реакций. Спасибо.